Вот посмотрите, какие скидки грандиозные у нас сегодня, друзья, в Пикоке. Женская одежда. До 70% скидки. Вот они уже, наверное, больше недели. Здесь я только узнала. Такие скидки у нас бывают дважды в год, друзья. Это раньше было в июне месяце почему-то. И это было после Нового года, в январе. Вернее, не Нового года, а у них Крисмос, после Крисмос. А сейчас, вы знаете, наверное, все-таки, как я сказала, что цены очень сильно завышают. А люди не имеют денег покупать. Покупательская способность падает. Они начали скидки делать сезонные. Вот не знаю, интересно вам или нет. 70% это много, конечно, скидка. Ну, когда как. Вы знаете, вот смотрите, было 12, стало 7. Цена. Вот на такую вот женскую маечку. Ну, вот что, разве она стоит 12 фунтов? По-моему, она и 12 фунтов-то и раньше не стоила. Я не знаю, у меня вот спрашивают мои подписчики, женщины, чтобы я показала магазины. Вот смотрите, видите, было 10, стало 5. Это вот такая вот кофточка. Такая вот, еще опять топик такой. Он довольно симпатичный. Кстати, я себе купила его, но я его купила за 3 и без грандиозной скидки. Я имею в виду, что я его купила новый тоже случайно, скидочки. Увидела в магазине и купила. Вот, не знаю я. Мне вот моя знакомая сказала, ой, здесь столько всего интересного. Боже, сходи, там я себе и того, и этого купила за 3 фута. А я что-то как-то вот ничего не знаю. Вот опять, ну, вот эти все топики бестолковые. Был 10, стал 7. Ну, это не 70% скидка, понимаете. Притом он рискоза, он не хлопок. Ничего интересного. Не знаю, что вам показывать. Показать, не показать, друзья. Ну, вот, наверное, еще купальники. Для меня представляют интерес. Но они, вы знаете, они у них, купальники никогда не продаются вместе. Они всегда продаются, ой, отдельно. Отдельно вверх, отдельно вниз. Вот, видите, здесь, конечно, скидки хорошие. Потому что вот было 10, стал 3. Этот вот верх, топ. Ну, то есть сливчик от купальника. 3 фунта. Ну, 3 фунта можно заплатить. Но не 10 же, друзья. Поэтому эти все скидки, а по мне, да, это как раз возврат к нормальным ценам. Вот они тут все, видите. Было 10, стало 3. Верх купальников. Трусы, по-моему, дешевле. Сейчас попробую поискать. Ну, и вот, получается, даже если я вот сливчик нашла себе, видите, большой. Это мой размер. Мой размерчик 40D. Вроде неплохой, 3 фунта. Стала искать к нему трусики. А трусики 10 размер, конечно, малюсенькие. 14 размер. Такого же цвета. Все. Вставляете? Ну, и что? 14 размер на меня не налезет. Вот 12 размер еще. Они хоть и были 8, стали 2. А нет, были 6, стали 2, видите. Но все равно на меня не налезет. И получается, что не скомплектовать. Не скомплектовать, значит, не купить. Кстати, вот штанишки нашла неплохие. И размерчик мой 16. Смотрите, стоили 20, теперь 5 стоит. Вам видно, нет? Что-то как-то плохо видно. В общем, 5 фунтов. ХБшные штаны такие, вон, видите. Я обожаю скидки, но и не только я. Сейчас пойду померю. Если подойдут, я, конечно, куплю. А вообще, то, что хочу сказать. Тут, конечно, в основном 10-12 размер. А вот больших размеров и по скидкам уже вы не найдете. Вот еще платьица. Посмотрите, друзья. Я не знаю, модно что ли так или чего. Я уже отстала от моды. Кто такие носит? Оно вот шелковое, тоненькое. Стоило 18. Видите? А сейчас 9. Ну, то есть на 50%. Вот еще одна красота неописуемая. Это вообще тяжелющее. Ой, не знаю. Я платье что-то уже давно перестала носить. Единственное, на торжества какие-то. Вот хочу себе купить вот такую вот тепленькую пижамку. Ну, что-то как-то дорого. Видите? Было 20, стало 10. Вот такой халат. Пижамный 10 фунтов. Цвет у него так-то бы ничего, но цвет ужасный. Господи. Цвет бы нормальный найти, опять размеров не найдешь. Ну, в общем, знаете что, друзья, могу сказать? Что, в принципе... Ой, у меня этих тряпок, конечно, видимо-невидимо, наверное, как у всех. Вечно меня эти скидки тянут, к себе манят. Потому что, ну, понимаете, если она стоила 20, а за 5, ну, как не купить за 5, да? А потом приносишь целый чемодан и думаешь, господи, для чего ты это покупал? Ну, хотя, в принципе, я хочу, знаете, что сказать? Что все равно, вот здесь, конечно, можно очень дешево одеваться. Хотя я про обувку вам не рассказывала. Обувка вообще топорная, ужасная. Может быть, конечно, в каких-то хороших брендовых магазинах она и ничего. А здесь она просто как колодки. Все. И даже за скидки мне ее не надо даром, друзья. Мне ужасная. Надо искать, искать и искать. Какую-то хорошую обувь. Но все равно, вот понимаете, это не проблемно. И можно прекрасно одеваться даже малоимущим, неимущим. Потому что скидки эти все дают такую возможность. А еда, так вообще все за даром, друзья. В общем, я хотела вам опять себя показать, красавицу. Смотрите, как кепик, кепарик суперский. В общем, пойду мерить штанишки. Что я вам рассказала. Что купить можно все дешево. Скидки всегда бывают. И в общем... А, конечно, барахло, друзья. Я не знаю. Вот опять меня тут кто-то сказал, почему вы так говорите, почему вы так судите. Всегда плохо. Но если это на самом деле барахло, то как можно по-другому судить. Потому что это все китайская дрянь. И даже... Ладно бы они шили бы все хорошо, но так трудно найти. Я не знаю. Может быть, вот я же говорю, на худеньких девочек, просто у которых там никаких особых форм нету. Надел, повесил, как на вешалку, как на тех манекенов. И все прекрасно. А мне, получается, даже что-то хочется показать в своей фигуре. А получается, что его портит одежда. И приходится так долго что-то искать, чтобы найти то, что понравилось. Ну, тем не менее, вот этот магазин Пикок, я его люблю, он мне нравится. Нравится вам такой обзор? Расскажите мне ваше мнение. А на этом пока-пока.